Встретили Новый год Аминь Что мы встречаем в Доме Божьем Перед тем, как я поделюсь Божьим словом Я хочу сказать о том, что Дорогие братья и сестры У нас со следующего воскресенья Скажи, следующее воскресенье У нас будут корректировки по времени Мы 9-часовое служение оставляем 11-часовое И мы берем больше времени Между служениями, чтобы Знаете, кто рано встает, тому Бог дает И вы когда рано встаете Вам хорошее время остается Если не будут там хватать времени Будем думать, что делать, корректировать время Но у нас будут служения В 11 и в 14 И потом уже только в 18 часов Молодежные Почему? Потому что во время пандемии Мы сокращали время служения И мы куда-то бежим Мы торопимся, мы мало поклоняемся Мы мало молимся друг за друга Мы как-то, знаете Знаете, за эти почти два года Мы как-то Немножко начали куда-то торопиться Не туда Поэтому мы возвращаемся В наше прежнее русло Чтобы нам, знаете, больше Рассуждать о Божьем Слове Больше поклоняться Больше молиться друг за друга Больше молиться за наших деток Давать им возможность Читать или стихи Или читать Слово Божие Чтобы они у нас были в Доме Господнем Поэтому будем над этим работать Аминь Будем делать так, чтобы Не как сейчас, что детки пришли На воскресную школу Уже надо уходить И некоторые дети Ну не хотят идти на воскресную школу Надо сделать так, чтобы И детям было хорошо И родителям было хорошо Чтобы мы уходили отсюда Наполненные, исполненные Духа Божьего Чтобы мы много поклонялись Много молились Много общались Аминь А то часто бывает так Что одни еще не успели выйти Другие уже заходят И суета какая-то Мы будем уходить от этой суеты Отец, я молюсь о том Чтобы Ты, Боже Прикоснулся к каждому Кто сегодня ожидает от Тебя Я молюсь, Господь За братьев и сестер Кто с нами через онлайн Дуйся, ты прикоснись к каждому И, Боже Утверждай свое царство внутри нас Боже, мы нуждаемся в Тебе И пусть, Господь, этот воскресный день Это первое воскресенье года, Господь Станет для нас, Господь Определяющим, Господь Что нам делать, Господь Когда приходят непростые времена В нашу жизнь Тебе слава Аминь Я сегодня хотел бы, чтобы мы Порассуждали о том, как Не потерять Ориентиры в жизни Интересно, что Иисус однажды говорит Берегитесь закваски И там он говорит о двух заквасках Иродовой и фарисейской Интересно, что когда Иисус совершает Служение И исцеляет больного И исцеляет больного С точки зрения понимания религии Не в тот день, когда Это нужно было делать Вот мы иногда встречаемся с людьми Которые, знаете, они очень правильные По своему суждению Они очень правильные По своему отношению Знаете, к другим Они такие, ну прям Вот смотришь на них Они очень идеальны В своих суждениях Но когда ты смотришь на их жизнь Их жизнь очень сильно Отличается от их суждений И ты думаешь, ну как так вот Оказывается Вот эта религиозность Которая входит порой в нас Она, знаете, что делает? Она делает второстепенные вещи Какими-то первичными А важные вещи Делает вторичными Делает их потом И когда Иисус пришел Начал поправлять эти вещи Написано, что Он не пришел Чтобы нарушить закон Он не пришел, чтобы там Что-то поменять Да, Он пришел, чтобы поправить Какие-то вещи, которые были Люди поклонялись Люди искали Люди жили, да, там По 38 лет ждали Исцеления свое Но когда Иисус пришел И начал это делать То люди Которые в правильном Своем таком суждении Для них стало более важно Что это не должно произойти Вот именно в этот день Почему? В этот день мы не работаем Мы не можем это делать Потому что Как мы можем делать Вот сегодня Когда сегодня Это нельзя делать сегодня Если вы посмотрите На человека религиозного У него настолько Много стопов в жизни И кажется Это не плохие стопы Это хорошие стопы Не работай Иди в церковь Я родился в той местности Что если вы в воскресенье Вышли в огород Там с вас будут просто Все соседи смеяться Потому что Это немыслимо Чтобы человек в воскресенье Работал в огороде Это время Идти в церковь Это наверное Хорошие вещи Самое интересное Что этих вещей Придерживались даже люди Которые никогда в церковь не ходили Они в церковь не будут ходить Но они настолько правильные Что они даже в огород Не выйдут работать Вы понимаете Конечно Сейчас другое время Сейчас Не важно В воскресенье Мы сейчас все на работах На трех работах На пяти работах У нас стала другая Знаете Такая религиозность У нас Мы теперь с таким Правильным суждением Надо работать Нам много зарабатывать Надо там то Надо помогать Мы прям такие Движимые Правильными целями И вот эта закваска Фарисейская Она знаете что Она стала врагом Господу Потом Иисус говорит Вы будьте осторожны с ней Берегитесь этой закваски Другими словами Берегитесь Вот этой религиозности Потому что Знаете Стало важно более Тут не повернись Там не стой Тут не наклоняйся Тут одень Тут сними И многое что И это стало настолько важно Что человек идет В дом Божий И хоть бы ничего Не перепутать Он же забыл Чем он туда идет Он уже забыл С чем он туда приходит И для людей Стало более важно Вот это все И когда Иисус Начал являть Свою благодать И милость То написано Что фарисеи И Ирадиация Или Поклонники Ирода Или его Люди И последователи Его Они начали Совещаться С Иродианами Он начал Совещаться Чтобы Погубить Господа Чтобы распять Его Что может быть Общего У этих Чересчур Святых людей С этими Которые Политики Которые ставят Свои цели И достигают Этих целей Политики Они боятся Только заодно Они боятся Чтобы Не потерять Своего влияния Не потерять Свою власть Еще что-то А эти наоборот Они же такие Правильно Они только Богу молятся Они только Это делают А Иисус говорит Берегитесь Этой закваски Берегитесь Почему? Потому что Мы часто Знаете Мы пытаемся Угодить этому миру Чтобы мир Нас принял Мы часто Пытаемся убедить Знаете Чтобы вот Если нас Кто-то признает Вот тогда Мы такие Мы докажем им Что мы хорошие Потому что Они про нас Говорят плохо Послушайте Те кто говорит Про нас плохо Они знают Что мы хорошие Знаете Почему Распали Иисуса Потому что Он все более И более Приобретал У учеников Он становился Их С точки зрения Понимания С точки зрения К ментальности Он становился Опасным для них А вдруг Он вздумает А вдруг Он вздумает Поменять Что-то здесь Его же народ Поддерживает Поэтому Люди Которые поддерживали Ирода Они пытались Сделать все Чтобы лишь бы только Ирод был И чтобы ничего Не случилось С ним Люди Которые поддерживали Свою Религиозность Они пытались Только защитить Свою Как бы веру Как бы Свои ценности Но когда Божья благодать Начала действовать Тогда почему-то Слишком правильные Слишком неправильными Встретились Чтобы договориться Как распять Господа Как предать Его Как с Ним Что-то сделать Иисус Берегись 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 Пытаться Угождать Этому миру И берегись Стать Каким-то Чересчур Таким Знаете Правильным Своим Суждениях Что Вторичное Станет Первичным А Бог Станет На второе Или на третье место В твоей жизни Давайте мы откроем Матфея Вторую главу Когда же Иисус Родился в Вифлееме Иудейском В одни царя Ирода Пришли в Иерусалим В Алфей С востока И говорят Где родившийся Царь Иудейский Ибо мы видели Звезду Его На востоке И пришли Поклониться Ему Услышал это Ирод Царь Встревожился И весь Иерусалим С ним И собрав всех Пересвященников И книжников Народных Спрашивал Где должно Родиться Кресту Они сказали Ему В Вифлеем Иудейском Ибо так Написано Через пророка И ты В Вифлеем Земля Иудина Ничем не меньше Воеводств Иудина Ибо из тебя Произойдет Вощь Который Упасет Народ Мои Израиля Тогда Ирод Тайно Призвав Волофов Выведал от них Время Появление звезды И послав Их В Вифлеем Сказал Пойдите Тщательно Разведайте А младенца Когда найдете Известите Меня Чтобы мне Пойти И поклониться Ему А не выслушав Царя Пошли И вся звезда Которую видели На востоке Шла перед ними Как наконец Пришла И остановилась На месте Где был Младенец Интересно Да Вот Волфы Идут И они Имеют Определенный Ориентир Они Видят Эту звезду Которая Их Ведет Они понимают Время В котором Должен Родиться Иисус И они Приходят В город Который Бог Приводит И кажется Вот в это Время Ну Было бы Очень хорошо Знаете Как-то Ну Наверное С точки Зерения Логики Ну где царь должен родиться Ну конечно В царских чертовах Ну где Ему еще Рождаться И вот Представляете Интересный момент Когда они Приходят К Ироду Ирод им Говорит Послушайте Я ведь Тоже хочу Пойти Поклониться Я ведь Тоже Такой Как вы Слава Богу Что вы Такие Хорошие Люди Вы Сообщили Мне Я теперь Вирус Совещание Я должен Знаете Очень серьезно Относиться К тому Что происходит В этом мире Потому что Вы знаете Я тот Который Люблю народ Я тот Который Забочусь О благе Этого народа И он Собрал Священников Он Собрал Мудрецов Он Начал Выяснять Слушайте Объясните Что происходит Библия Верит Что Ирод И весь Иерусалим Встревожился Да Рождение Иисуса Оно Заставило Людей Которые Имели Определенную Власть Начать Переживать За это Но мне Нравится Знаете Отношение Волфов Представьте Если бы Ирод Позвал бы Волфов Так как Он Сделал Да И они Пришли бы И подумали Наверное Мы в правильном Месте У них Золото У них Лада У них Смирно У них Дары Они Пришли Не просто К кому Тогда Они пришли К правителю Они пришли К великому И как Не почтить Как Не отдать Как Сориентироваться В этой Жизни Чтобы Не преклониться Пред Иродом А прийти И ради Того Ради Кого Я пришел В это Место Поклониться Ему Многие Люди В поиске Младенца Они Остановились В доме Ирода И не Начали Поклоняться Ему Они Начали Угождать Ему Они Начали Высокомутствовать С ним Они Даже Знаете Не по будучи Они Даже Оставили Дары Там Мы Такой Большой Путь Проделали Звезда Нас Привела В правильное Место Но Волфы Имеют Ориентир От Духа Божьего Они Понимают Что Ирод Это Не тот Кому Я должен Поклониться Многие Из нас Проходя Через Определенное Обстоятельство Жизни Мы Хотим Знаете Угодить Этому Миру Мы Часто Участвуем В каких-то Добрых Делах Мы Часто Наше Состояние Вообще Крестьянского Понимания Жизни Это Добродетель Это Мы 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 Всегда Жалеем Слабого Мы Иметь Иметь Эту Навигацию Духа Святого Которая Будет Вести Нас И Направлять Нас Что Даже Когда Мы Будем Приходить Куда То Мы Не Будем Терять Цель Ради Чего Мы Идем Куда Мы Идем К чему Мы Стремимся Многие Из Нас Мы Увлеклись Тем Что Нам Нужно Много Иметь Даров Нам Нужно Иметь Много Знаете Всего Чтобы Принести Но Когда Начинаем Иметь Это Все Мы Начинаем Это Распылять Не Туда Куда Надо И Очень Важно Чтобы Это Время Была Навигация Духа Святого И Когда Представляете Мудрецы Приходят Кираду Ирод Говорит Вы Все Узнайте Вы Пойдите Поклонитесь Вы Очень Правильно Дело Делаете Вы Вообще Молодцы Чем Вы Занимаетесь Знаете Сколько Я Слышал Такого Ой Вы Такие Молодцы Вы Мало Себя Позиционируете В этом Обществе Вам Нужно Как То Делать Вашу Работу Более Известной Вы Прям Такие Прям Идеальные Потом Ты Читаешь Комментарии Или Ты Читаешь Статьи Этих Людей Ты Удивляешься Как Они Говорят Одно Делают Другое Когда Они Встречаются С тобой Они Говорят О Мы Братья Мы И мы Обнимаемся С ними И потом Я читаю Статьи Высказывания Этих Людей Думаю Господь Это Неужели Эти Люди Они Не могут Быть Это Разные Люди Потому что То Что Там Происходило То Что Здесь Происход Это Разные Вещи И ты Потом Начинаешь Понимать Берегись Этой Закваски Потому что Ты можешь Закваситься В этом Ты можешь Потерять Эти Ориентиры Ты можешь Прийти И ты можешь Остаться Вот В этом Мире Чтобы Пытаться Доказать Этому Миру Какой Ты Хороший Но Твоя Цель Путешествия Веры Это Не признание Людей Это Не признание Того Общества Которое Скажет О Какие Вы Молодцы Потому что Часто Это Общество Оно Смотрит И чем Больше Мы Приобретаем Учеников Тем Больше Мы Раздражаем Это Общество Библия Говорит Что Желающие Жить Бладчистиво Не Будет Гоним И Потому Как Только Будет Больше Бладчистивых Людей Конечно Это Будет Раздражать Иисус Заряд Берегитесь Этого Состояния И Смотрите Что Дальше Увидев Жесть Звезду Они Возрадовали С радостью Весьма Великой Войдя В дом Увидели Младенца С Марию Матерью Его И Пав Поклонились Ему Открыв Сокровище Принесли Ему Дары Золото Ладно Смирну И Получив Восне Откровение Не Возвращаться Кироду Иным Путем Отошли В Страну Свою Вот Представьте Насколько Важно Иметь Вот это Отношение С Богом Вот Я был Уверен И Верю В то Что Эти Люди Которые Шли Поклониться Иисусу Они Были Сверх Благочестивые Искренние Честные Они Действительно Хотели Поклониться Младенцу Потому Когда Они Его Увидели Они Преклонились Самое Интересное Что Для них Не стало Важно Во дворце Он В гостинице Он В царском Доме Он Они Пришли Просто В место Где он Был Это место Отличалось От того О чем Они Думали Они Наверное Думали Наверное Это В доме Ирода Это Наверное В доме Царя Это Наверное Вот там Он Этот Младенца Нет Ирод Говорит Слушайте Я тоже Хочу Поклониться Я тоже Хочу Быть Как Вы Я Просто Вы знаете Немножко Не сориентировался Сейчас Начинаю Ориентироваться Начинаю Понимать Что Мне Нужно Быть Как Вы Но Когда Они Идут К Младенцу То Библия Говорит Бог Вразумляет Их Не Возвращаться К Ироду Бог Выводит Их Другим Путем И Что Происходит Дальше Мы Читаем Очень Хорошее Намерение Человека Знаете Человек Не который Просто Знаете Там Был Последний Человек А человек Который Принял Их На Высоком Уровне Человек Который Обладал Властью Что Он Им Сказал Пойдите Узнайте И я Пойду Поклонюсь Смотрите Как Он Поклонился После Этого Тогда Ирод Увидев Себя Смеянным Волфами Весьма Разгневался Послал Избить Всех Младенцев Вифлеем И во всех Пределах Его От двух Лет И ниже По времени Которое Выведал От волфов Так Сбыл Среченное Через Проко Иеремию Который Говорит Глаз Время Слышен Плач Рыдание Вопль Великий Рахиль Плачет О детях Своих И не хочет Утишиться Ибо Их Нет Смотрите Что происходит С Иосифом 13 стих Когда же Они Отошли То есть Волфы Ушли Ангел Господин Является Во сне Иосифу Говорит Встань Возьми Младенца Матери Убеги В Египет И будь Там Доколь Не скажу Тебе Ибо Ирод Хочет Искать Младенца Чтобы Погубить Его Он Не будет Искать Его Чтобы Поклониться Он Будет Искать Чтобы Погубить Его Волфам Нужна Была Откровение Навигация Духа Святого Иосифу Нужны Были Отношения С Богом И Ангел Господин Направлял Его И Сохранил Его От страшной Беды Послушайте Мы живем С вами В то Время Когда Никто Не может Нам Сказать Что Нас Живет Никто Только Навигация Духа Святого Его Слова Сможет Провести Нас Через То Что Есть Впереди Почему Я говорю Сегодня Об этом Потому Что Когда Ты читаешь Новости Их лучше Не читать Последнее Время Ты ощущаешь Тревогу Вроде Все говорят О каком То Позитиве И ожидание Какого-то Позитива Но Почему-то Тенденция В этом мире Или то Что происходит Какой-то Пессимизм Есть у людей То есть Люди Не уверены В своем Будущем И когда У людей Спрашивают Вы Изображаете Новогоднее Настроение Или нет Журналисты Начали задавать Вопрос Вы притворяете Что у вас Новогоднее Настроение Или И многие Люди Скажут Да Мы делаем Вид Что все Хорошо Внутри Тревога Вы просто Изображаете Новогоднее настроение Да Мы просто Изображаем Вы просто Играете Да Мы просто Играем Вы знаете Мы живем В то время Когда Мы Делаем Одеваем Какую-то Маску Благополучие Спокойствие Радости Уверенности А внутри Есть Другие Переживания У общества И нам Как верующим Очень Важна Вот эта Навигация Духа Святого Чтобы мы Не положили Свою надежду На этот Мир Чтобы мы Не положили Свою надежду На нашу Религиозность Чтобы мы Сохраняли Наши отношения С Богом В том Чтобы Бог Мог Говорить К нам Если вы будете Разговаривать С религиозным Человеком Вы не убедите Его о том Что это Божья благодать И Бог Исселил Этого человека Когда Иисус Проповедовал И человек Был исселен Фарисеи Просто Возмутились Они сказали Ну не может Бог действовать Так Почему? Ну потому что Суббота Ну по субботам Бог не действует Бога выходной Он не работает Сегодня А Иисус говорит Послушайте Бог Сегодня Вчера И во веки Тот же Он Духом Святым Прикасается Он силен Помог человеку Да Бог силен Но не сегодня И они Возненавидели Иисуса За то что Он Просто служил Другим людям Давайте мы Откроем Исайя Шестую Главу В новогодней Молитве Или вечернем Ночном служении Я говорил Эту историю Исайя Шестая Глава Описывает Историю Когда царь Умер С которым У Исаи Были Такие Знаете Ну Дружеские Хорошие отношения Он был человек Который Знал Бога Он был человек Который Движим был Богом Но в какой-то момент В жизни У него происходят Какие-то сильные перемены Эти перемены Начинают влиять На него так сильно Что То на что Он опирался Возможно В жизни Знаете Как бы Где-то надеялся Хорошо ведь Когда у тебя Друг царь Хорошо когда У тебя Все хорошо В жизни И вот приходит Какая-то тревога Приходит Какая-то неуверенность Приходит Какие-то переживания Написано Что по смерти Царя Озии То есть Царь умер Все Исаи Находится В какой-то Знаете Непростой ситуации Что он начинает Делать Он не пытается Заквашиваться Иродовой закваской Он не пытается Знаете Находить Какие-то пути Давайте как-то Кто-то есть Поближе К новому царю Давайте мы зайдем Познакомимся Давайте мы что-то сделаем Давайте мы Он идет Искать лица Господнего Мне нравится То что Вы знаете Мы с вами Начинаем Год С поста Данила Да Вот если ты хочешь Ну где-то Искать Божьего Да Это хорошая возможность Вот взять время Молиться Мы будем Собраться каждый вечер Кто-то Возьмет время Там на На все время поста Там Будет на воде Там еще Каждый По-своему Будет поститься Но это время По сути Всех нас Знаете Отвлечь свой взор От второстепенности Она важная И вот что делает Исайя В год смерти Царя Озия Я видел Господа Сидящего на престоле Высоком Превознесенном И края рис Его наполняли Весь храм Вокруг него Стали серафимы У каждого из них По шести крыльев Двумя закрывали Каждое свое лицо Двумя закрывал Ноги Свои двумя Летал И взывали они Друг ко другу Говорили Свят Свят Господь Слава Вся земля Полна славы Его и поколебались Вверхи врат И глаз восклицающих И дом наполнился Курением И сказал я Горе мне погиб Я ибо я человек С нечистыми устами Живу среди народа Также с нечистыми устами И глаза мои Видели Царя Господа Савуфа Тогда прилетел ко мне Один из серафимов В какой-то момент В какой-то момент В какой-то момент Когда приходит Неуверенность И непонятность Что будет Он идет Искать лица Божьего Он идет Искать И получать Откровение Если вы будете Читать историю Потом дальше Вы будете удивлены Потому что За 700 лет Он начинает Говорить о Иисусе Христе Именно после этого момента Исаия Начинает Высвобождать Слово Не только Для сегодняшнего дня Для своего поколения Он начинает Высвобождать Слово Для будущих поколений Он начинает Говорить далеко О рождении Иисуса Христа Он говорит О Мессии Он говорит о том Что Он придет Он начинает Видеть не просто Настоящее Он начинает Видеть будущее Бог настолько Сильно Посетил его Я хочу Вдохновить Всю церковь И себя Что Вот в это время Когда знаете Мы Где-то не все Понимаем Что происходит Мы не все Понимаем Что будет Нас Мир Политики Успокаивает Вот все Уже Вот еще Чуть Волна Заканчивается Пандемии Больше Не будет Я помню Когда я был Ребенком Я сидел В школе Мне говорили О том Что в 2000 году Уже Не будет Никаких Воин У нас Будет Коммунизм Мы будем Жить Просто Вообще У нас Я сидел Ребенок Такой Я Я не мог Себе Представить Как я буду Жить Такое Посчитал Что я такой Старый буду Мне уже Там будет За 30 лет Понимаете И вот Наступил 2000 год Мы даже Все боялись Какого-то там Я не знаю Локдауна Не локдауна Но должно было Все Компьютеры Выключиться Антихрист Прийти Уже все Мы тут Уже не знаем Что делать Наступил 2000 год Как-то Не заметили Ничего Сильно И вот Общество Знаете Оно живет От каких-то Страхов До каких-то Волнений Каких-то Переживаний И вот Очень важно Вот в этом Во всем Не увлечься Всем этим Очень важно Во всем этом Не стать Знаете Человеком Который будет Ну просто Бежать Шарахаться И не знать Что делать Очень важно В это время Увидеть Бога В своей жизни Мне нравится Исаик Который Знаете Я видел Господа Я видел Господа Я пережил Встречу С Ним Его осуждение Его мышление О себе Кто я Господи Я грешен Я недостоин Я Мои нечистые Уста Господи Я Знаете В Его Святом Присутствии Он переживает Своё банкротство Он переживает Своё ничтожество Какое-то Он переживает Что Господи Ну кто я А в это время Бог берет И посылает Ангела Своего Чтобы Прикоснуться К нему И начинать Очищать Его уста Очищать Его сердце Очищать Его Наполнять Его собой И вот знаешь Когда ты В Божьем Присутствии Ты Полностью Меняешься Ты Станешься Другим Человеком Ты начинаешь Понимать Время В котором Ты живешь Ты начинаешь Видеть Будущее Ты начинаешь Иметь Надежду Ты начинаешь Иметь Другие Ценности Ты начинаешь Иметь Другие Ориентиры Тебя уже Ирод Не интересует Ты уже Не пытаешься Знаешь Ой Я же Ирод Там Меня попросил Я должен Пойти Сейчас Давайте Мы пойдем Расскажем Где Он же Тоже Хочет Пойти Поклониться Ты Начинаешь Отделять Божье От Небожьего Праведное От Неправедного Истинное От Не Истинное Потому что Сегодня Когда ты Смотришь Что Делается В этой Религиозной Закваске Там Что Только Нету Там От Людей Которые Вообще Нет мира Сего До Людей Которые Вообще Не в себе И не при себе И ты Смотришь И то И другое Крайность И то И другое Религиозность И то И другое Делает Первичным То Что Вообще Десятое Или Двадцатого В твоей жизни Сегодня Христианство Стало Настолько Каким-то Знаете Таким Чувствительным Но не к Духу Святому Каким-то Своим Чувствам Своим Эмоциям Своим Переживанием Если вы Посмотрите Сегодня Зайдите Забейте Христианские Хиты Которые Ну Покоряют Там Я не знаю Там За последний Год Вы найдете Что Песня Какая-нибудь Улю-Аля Я гуляю Для Христа И все И ты будешь Просто удивлен Там тысячи Будут Просмотров И ты возьмешь Просто Какой-нибудь Гимн Классический Гимн Ты будешь Удивлен Мне не интересно Ой, я грешник Бедный Кому нужен Этот грешник Это Псалом Подумаешь ему Там 150 лет Или 200 лет Там не интересно Потому что Сегодня Жизнь Дрогая Сегодня Улю-Аля Хочется Прожить Для себя А Бог Говорит Берегись Этого состояния Берегись Этого состояния Берегись Этой Иродовой Закваски Когда ты Полагаешься На этот Зомбоящий Который Говорит тебе Что завтра Уже будет Все хорошо И берегись Религиозной Этой Закваски Которая Тебе Тоже Обманывает Тебя Ищи Навигацию От Духа Святого Входи В общение С Ним Открывай Себя Для большего Не понимаешь Время В котором Живешь Да Я не понимаю Входи В свою Тайную Комнату Начинай Видеть Бога В своей Жизни Переживаешь За идеи Да Я сильно Тайную Комнату Начинай Уединяться С Господом Начинай Проводить Время С Ним Неуверенность В завтрашнем Дне Да Много Каких-то Переживаний Делаю Стараюсь Набрался Как-то Себя Нагрузил Многим И здоровье Где-то Подводит И какие-то Трудности Входи В Божье Присутствие Он будет Направлять Тебя Он будет Тебе Понимать Давать Время В котором Ты живешь И ты будешь Принимать И ты будешь Идти с этой Путеводительной Звездой Которая будет Вести тебя И во Фаиду Ты идут Да Они с Иродом Встретятся Да Они и с другими Встретятся Да Они и с третьими Но они Отличат Божье От небожьего Они несут Эти золото Ладно Смирное Они Может быть Всю жизнь Работали Ради этого Они копили Это все Ради этого Для чего Чтобы поклониться Тому Кто достоин И когда они Входят И не важно Какой быт И не важно Какие люди Вокруг Они видят Того младенца Которым Ради которого Они жили И не поклоняются И они Оставляют И никто Не приходит Не говорит Слушайте А вы правильно Вообще сделали Знаете Ирод У него там Специалисты У него там Умные люди У него там Знаешь Все священники У него там Историки У него там Знаешь Сколько всех Вы вообще не ошиблись Вы может Вообще не тому Отдали Как мы часто слышим А ты уверен Что вот Вот это Там где-то есть Это все правильно Ты вообще там Ты посмотри Ты сектант До пятое-десятое А волфы имеют Ориентир От Духа Божьего Ваши специалисты Говорят Да, хорошо Ира Ты тоже говоришь Хорошо Но у нас Есть навигация От Духа Божьего И не просто Ложатся В присутствии Бога И спят И Бог является Не возвращайтесь К Нему Не возвращайтесь К Нему Он не придет Поклониться Он придет Убивать Он обманул вас Он не переживает За младенца Чтобы почтить его Он переживает За себя Иосиф Вставай Бери жену Ребенка Иди в Египет Пока мы тебе Не скажем Пока этот Ирод Злоречивый Который хочет Убить ребенка Жив Не возвращайся Он скоро умрет А ты Иди в Египет Он встает Он не говорит Знаешь Ну мы только тут Вот так с дороги Мы такие уставшие У нас так знаешь Все плохо в жизни У нас вообще Гостиницы не было Ты не представляешь Какие у нас роды были Мы вообще в ястях Пришлось рожать ребенка Вы не представляете Какая у нас жизнь Нас вообще там Работы нету Ипотеку не взяли У нас вообще Ничего своего нету Нам так трудно Тяжело Куда нам идти Бог говорит Послушай Иди Иосиф берет Жену Ребенка И начинает идти Знаете почему Имеет отношение с Богом Оказывается Бог может Говорит Тогда Когда у тебя Ничего нету Оказывается Бог может Говорит Тогда Когда у тебя Все плохо Оказывается Бог не оставляет Тебя и поведет тебя, и проведет даже тогда, когда приходят трудности. Даже тогда, когда ты лишаешься от тех, на кого ты опираешься. Знаете, часто мы опираемся на тех, кого мы очень сильно любим. И иногда эти люди оставляют нас. И ты сидишь и думаешь, Господи, ну а как жить? Вот не стало, как дальше? Что двигаться? 30-го числа в вечность ушла страна, наша любимая, древоценная молитвенница. Я когда услышал это, я думал, Господи, ну куда уходят эти люди? На кого мы опирались? Я их когда видел, у меня сердце радовалось. Я эту бабу Настю, я не знаю, просто вот, вот она милейший человек, да. Едем с Люней, я говорю, слушай, он говорит, сын забрал ее к себе, я говорю, слушай, надо заехать. И вот только поговорили, через день он мне пишет, ушла. Ну как так? Ну, хотел посетить, прийти. Потому что когда ты общался с ней, какая-то, знаете, сила есть в ней, которая, вот, она вдохновляет тебя своей верой, она вдохновляет своим отношением к жизни. Она прожила тяжелейшую жизнь, но ее вера была настолько сильная, дух у нее настолько сильный. И потом раз, и ты думаешь, вот заеду вот с ней, помолюсь просто, вот обниму ее. Как-то вот, аж думаешь, только мысли о ней уже ободрение какое-то для тебя. И тот раз, она ушла в вечность. Как ушла в вечность? Завтра будут похороны. И вот когда вот такие, как страна себя уходит, знаете, ты начинаешь чувствовать вот этот холод жизни, который где-то веет. Потому что вот эти люди, они как стена стоят вокруг церкви. Они стоят, они как столбы в церкви. Они стоят перед Богом. Они, может, ничего хорошего не видели, но они Бога пережили. Они люди с сильнейшей верой, с глубочайшим познанием у Господа. И вот ты просто имеешь великое ободрение общения с этими людьми. И они уходят. И когда они уходят, вот какая-то частица где-то у тебя там, вот какая-то опустошается. Вот просто опустошается. Я думал, знаете, когда мама ушла, думаю, наверное, она мне будет сниться. Наверное, как-то вот, ну, она всегда была для меня таким ободрением. И тоже в этом году, в прошлом году, да, ушла. И вы знаете, ни разу не приснилось. За все время, вот сколько ее нет, ни разу не приснилось. Я думаю, Господь, а почему так? А потом думаю, знаешь, Господь, потому что ты убираешь на то, на чем мы опираемся в жизни. Ты делаешь так, чтобы наши отношения с тобой были опорой. Не на людей, которых мы любили, не на людей, которым мы дорожили, не на людей, на которых мы полагались, а чтобы опорой нашей жизни был ты, Бог. И вот я не знаю, как вы, я сильно нуждаюсь в том, чтобы, вот войдя в этот пост с 10 по 30, вот эти 21 день, чтобы пережить Бога, чтобы получить вот эту навигацию, чтобы двигаться в это непростое время, время вызова, трудностей, неопределенности какой-то, чтобы нам слышать Его голос и переживать Его в своей жизни. Поэтому я просто вдохновляю вас. Дорогие мои, не полагайтесь на свои деньги, не полагайтесь на свое здоровье, не полагайтесь на людей, которых вы очень сильно любите, и вы даже переживаете, что, Господи, хоть бы они нас не оставили. Держитесь Господа. Держитесь Господа. Он направит, Он вразумит. Мне нравится история с волфами, которая, знаете, люди прошли через многое, встретились с многими, общались с многими, не потеряли ориентир жизни. Смыслом их бытия было поклониться тому, кто достоин. И они пришли к своей точке поклонения. Они поклонились Господу. И не важно, что Он был младенцем, и не важно, что Он лежал в яслях, они поклонились Ему. Они распознали, они отделили святое от несвятого, Божье от небожьего, злое от доброго. Они отличили, они смогли понять это. И нам нужно это. Нам нужно это чувствование. Потому что есть люди, которые рядом с тобой, они льстят тебе. Есть люди, которые, у них совсем другие цели для твоей жизни. А ты искренне с ними. И они даже тебе говорят, знаешь, ты пойди там, сделай, потом нам расскажи. Ты потом идешь, рассказываешь им, потом идешь, у тебя что-то не получается. Ты начинаешь думать, ну что такое, почему? Оказывается, эти люди, они выслушивали не для того, чтобы поддерживать тебя. Они выслушивали это для того, чтобы потом вредить тебе. Ты потерял навигацию Духа-сюдого. Ты потерял ориентиры. Ты начал надеяться на людей. Если бы волфы надеялись на человека, они бы Ироду все отдали бы. Они бы сказали, знаешь, мы так долго ходили. Мы так счастливы, что звезда нас привезла сюда. У тебя есть тут умные люди. Ты когда будешь поклоняться, передай, пожалуйста, вот это все. И все газеты бы написали, такие хорошие люди пришли. Они такие молодцы. Они из золота. Они и Ладан. Они из Смирна. Ирод их принял. Они были на приеме у него. И прям бы такие герои выезжали бы, знаете. А они пришли к Ироду и спрятали. Не-не-не. У нас золото есть, но не для тебя. У нас и Ладанис, и Смирна есть. Мы копили, может быть, всю жизнь. И они идут к младенцу и оставляют это. Потому что они на приеме у того, кто выше, чем мир от. Кто достойнее, чем мир от. Они на приеме у того, ради кого они прошли долгий путь, путешествия. И не потратили жизнь, чтобы познать его. Давайте мы встанем. Может быть, ты сегодня вошел в Новый год, а внутри тревога. Может быть, ты на тех, на кого опирался, они оставили тебя. Тех, на кого надеялся, они не оправдали тебя. Или просто пришло какое-то другое время, и ты в невидении. Я хочу пожелать, чтобы сегодня, когда мы будем кушать от чаши и хлеба, чтобы мы понуждались в том, чтобы нам увидеть его в святом присутствии. Я хочу пожелать каждому, чтобы мы пережили его. Чтобы он начал вразумлять нас сновидениями. Чтобы он начал направлять нас откровениями. Чтобы он начал нас вести, и мы имели мудрость и водительство Духа Божьего отделять Божье от небожьего. Святое от грешного, религиозное от Господнего. Чтобы ориентиром нашей жизни было его Слово и отношение с Ним. И мы помолимся. Помолимся о святыне, и мы попросим, чтобы Бог очистил, осветил каждого из нас. Чтобы, вступая в Новый год, мы, знаете, вошли с упованием на Господа и ожиданием Его славы. Аминь. И чтобы еще все самое лучшее было впереди. Чтобы все, что будет вселять в нас и давать нам бодрость Духа, силу, благословение, приходило от Господа. А не от наших каких-то временных чувствований, да, когда мы понадеялись на кого-то и нам было хорошо. А когда Бог внутри тебя утвердит, ты будешь видеть не только настоящее, ты увидишь будущее. Не только свое, но и детей, и внуков, и правнуков, пока Господь не придет. Аминь. Отец, сместный, мы приходим перед лицо Твое. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, направлял к нас и вел нас. Я молюсь, Господь, чтобы Ты, Духом Твим Святым, Господь, прикоснулся к каждому из нас, чтобы нам ожидать от Тебя. Я молюсь за моих братьев, все, кто с нами сегодня через онлайн. И кто тоже, Господь, будет принимать святыню у себя в доме, Господь, в этом исключительном случае, Господь. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты, Боже, посетил нас, Господь, Своей благодатью и милостью, и Духом Своим Святым. Я прошу Тебя, Господи, освети Духом Твим Святым, Господь, хлеб, Господь, чтобы, когда мы будем вкушать от Тела Твоего, Господь, мы имели исцеление, мы имели познание Тебя, Господь, и чтобы мы, Господь, научились приходить в Твое святое присутствие, видеть Твою славу, чтобы пережить ее. Так как Ты, некогда Кисая, Господь, прикоснулся, и он стал великим человеком Божьим, Боже, прикоснись к каждому из нас и сделай нас, Господь, людьми, знающими Тебя и переживающими Твою славу. Я молюсь, Господь, чтобы каждый, кто будет кушать от хлеба Твоего, кушал от жизни Твоей благословение во имя Иисуса Христа. Аминь. Если Вы с нами через онлайн и принимаете участие в святыне, Вы можете это делать. Я хочу сказать, что это исключительный случай. На период пандемии мы позволяем это делать через онлайн вместе с нами. И мы надеемся, что скоро это все уже закончится, и мы будем вместе это делать. Пусть Бог благословит Вас, можете это сделать. Продолжение следует...